Еще в конце января постановлением Роспотребнадзора было утверждено, что срок карантина после контакта с больным коронавирусной инфекцией сократился с 14 до 7 дней. Несмотря на заразность и стремительное распространение нового штамма Omicron, ученые и медики отмечают, что данная разновидность коронавируса протекает легче, чем другие типы болезни. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что данное решение принято с целью обеспечения людей возможностью спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Многие страны мира также сокращают длительность карантина для контактировавших с больными COVID-19. Так в США, Израиль, Греции и Швейцарии изоляции длится 5 дней. А в Германии привитые и переболевшие люди могут не изолироваться вовсе. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома 10 дней. Но при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертифицированного исследования на антиген, этот срок сокращается до недели. Могут ли эти люди быть больными? Безусловно, если они контактировали. Могут ли они быть в результате этого заразными? Да, тоже могут быть заразными. Мы знаем, что часть достаточно существенная людей, больных новой коронавирусной инфекцией, переносит ее в маловыраженном или бессимптомном состоянии. Несмотря на ослабление антиковидных ограничений, власти продолжают мониторить количество случаев заражения COVID-19 и выделяют средства на исследование и выявление нового штамма Omicron. Он по-прежнему опасен для невакцинированных, пожилых людей, а также для граждан с хроническими заболеваниями. Штамм коронавируса Omicron спровоцировал новую волну заболеваемости по всему миру. В России накануне выявили 155 768 новых случаев инфекции. Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню двумя дозами привиты более 79 миллионов россиян. Число заболевших среди них не превышает 4%. Надежда Мещерякова, Универтньюс.